На сегодня существует пять признаков устойчивости городов. Первый признак — это инклюзивность. То есть устойчивый город — это город, в котором все группы граждан, независимо от их возраста, независимо от их интересов, могут иметь доступ к счастливой жизни, к высокому качеству жизни. То есть это город, в котором инвалиды могут свободно передвигаться, для них созданы специальные условия. Это город, где дети могут безопасно ходить по улицам. То есть это инклюзивный город. Также устойчивость имеет отношение к безопасности. Город, конечно же, должен быть в первую очередь безопасным для жизни людей с точки зрения не только каких-то террористических угроз или военных действий. Он должен быть безопасным для жизни на ежедневной основе. Вода, которую мы пьем, должна быть чистая, солнце должно светить, скажем, ярко. И воздух, который мы дышим, он должен быть тоже чистый, не представлять угрозы для нас, для нашего здоровья. Также город устойчивый, если он дружелюбный. В дружелюбном городе жители, они уважают друг друга, они не судят, да, то есть они признают наши, признают то, что мы разные, что у нас разные как бы интересы, хобби, но в то же время мы уважаем друг друга и живем дружно. И, конечно же, это устойчивый город, где власти дают очень большое внимание на устойчивое развитие. Это развитие, которое учитывает не только какие-то экономические и социальные вопросы развития, но также и экологические вопросы, потому что экология – это самый центральный элемент устойчивости. И пятый сейчас я бы назвала, что это город, который привлекателен для жизни. То есть он привлекает активную молодежь, привлекает таланты, потому что в городе существует очень много возможностей для реализации своего наилучшего потенциала для людей, для образования и для общего развития общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова